Ижево Святых Отца нашего Иоанна Архиеписка по Константинопольскому заповедству. Псалом Давида оосьмом. Псалом шестой. Восьмым Писание называет день, следующий за седмицей настоящей жизни, и новую жизнь, которую признаменовало восьмидневное обрезание. О восьмом и мудрый Соломон внушает слова, давая часть семи и даже восьми. Экклесиаста 11.2. Как бы так говоря, в этом веке тысячелетней седмицы подумай о части благой, восьмой, о жизни вечной, грядущей и пребывающей. Посмотрим начало самого Псалма. Псалом 6.2. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Знаю, Господи, что меня ожидает ужасное и страшное судилище перед лицем ангелов и всей твари. Когда судья восядет на страшном и возвышенном престоле и обнаружит и откроет все, все соделанные грехи. И не смею от лица многих моих грехов принести Тебе, Господи, мое исповедание. Грех мой больше того, что может быть мне оставлено. Я согрешил пред Тобой тяще всякого человека. Я оскорбил Твое имя выше меры. Я жил распутнее блудного сына. Я должен Тебе больше того, который был должен тысячу талантов. Хуже мытаря обобрал меня злобный враг. Злее разбойника умертвил меня человекоубийца и разбойник. Я превзошел блудницу в блуде. Глубже неневитян погряз в грехе без покаяния. Злее хананьянки согрешил. Беззаконие мои, как тяжкое бремя тяготели на мне. Святое имя Твое я оскорбил. Западе Твоих прислушал. Богатство Твое зло расточил. Сокровище Твое дурно растратил. Залог данный Тобой я прожил с врагами Твоими. Голосу заповедей Твоих не соблю. Одежду, которую Ты облачил меня, осквернил. Светильник, приготовленный Тобой для меня, я потушил своим нерадением. Лицо мое, которое Ты просветил, я потемнил своими грехами. Очи мои, которым Ты дал свет, я опять осквернил. Губы мои, которые Ты осветил, я опять осквернил. И я знаю, что Ты все равно обличишь содеянное мною. От этого я никуда не скроюсь. Но во всяком случае буду обличен. Но, Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Это невозможно, чтобы не в ярости Твоей обличай меня. Только Ты, единый человеколюбец, можешь даровать мне это снисхождение. Ты сам знаешь точно все мои тайные падения. Да не в ярости Твоей обличай меня. Не объявляй их. Не обнаружай перед всеми ангелами и людьми в мое посрамление. Господи, не в ярости Твоей обличай меня. Если никто не может снести гнева смертного царя, то тем более, какое создание устоит перед гневом Божиим. И не во гневе Твоем наказывай меня. Я не прошу, не наказывай. Я снесу вразумление и наказание, но вразумляя, да не во гневе Твоем наказывай меня. Знаю я, что разбойник просил и получил от Тебя прощение. Знаю, что блудница припала к Тебе всей душой и получила прощение. Знаю, что мытарь плакал пред Тобой из глубины сердца и был оправдан. Но я не таков, как они. Я не имею достаточно слез, не имею истинного исповедания. Не имею стенаний из глубины сердца. Не имею чистой души, не имею постани лицемерного. Не имею любви к брату, не имею духовной бедности. Не имею сострадания, чтобы быть достойным сострадания. Не имею целомудрия по плоти, не имею чистоты помыслов. Не имею воли, Богоприличной. С каким, наконец, лицом? Или по какому праву я буду просить о прощении? Господи, не раз обещал я Тебе покаяться и нарушал свои обещания. Не раз преподал я к Тебе в церкви и тотчас, выйдя оттуда, погрязал во грехе. Много раз Ты миловал меня, и я отвергался. Сколько Ты долго терпел, и я не обращался. Сколько раз Ты поднимал меня, и я опять падал. Сколько раз Ты ободрял меня, и я оставался неблагодарным Тебе. Сколько раз я был услышан Тобою, но не слушал Тебя. Сколько раз Ты сострадал мне, а я ничем не послужил Тебе. Сколько чести Ты оказал мне, и я не хотел почтить Тебя. Сколько раз согрешившего Ты призывал меня, как отец, с любовью принимал, как сына и как дитя звал, раскрывая объятия. Падшему Ты сказал мне, стань спящий. Приди ко мне, я не преследую Тебя, не накажу Тебя, не посрамлю, не прокляну своего создания, не отвергну, не ожесточу своего сердца к своему чаду. Я не хочу ненавидеть мой образ, обратившийся ко мне, не захочу отвергнуть человека, которого я образовал своей рукою, которого я создал, которого носил, за которого себя уничижил, за которого кровь свою пролил. Как же я не приму его обращающегося ко мне и преподающего? Итак, имея неисчерпаемую и беспредельную бездну, человеколюбие и море долготерпения, Не в огневе Твоем наказывай меня, и не в ярости Твоей обличай меня, но еще и еще потерпи мне, не спеши исторнуть меня из этой жизни незрелым, не торопись посечь меня, как бесплодную смоковницу, но как добрый и человеколюбивый хозяин, дай мне вместе со всеми и это лето на покаяние, не пренебрегись снести мое нерадение, и не восхить меня отсюда неготовым. Не возьми меня, не имеющим брачной одежды, не выставляй обнаженной души на позор у Твоего престола, не возьми меня, наконец, не имеющего что принести Тебе, но долготерпи на мне, но будь человеколюбив, но окажи состраданием небедному, нерадивому, беспечному, жалкому, неимущему, блудному, оскверненному, распутному, неблагодарному, бессердечному, бесчувственному, унылому, погрязшему, омраченному и безответному, недостойному никакого человеколюбия, недостойному неба, достойному всякого прещения, гиенны и наказания. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Немощна моя совесть, немощен мой разум. Дни мои прошли в суете, и уже приближается конец течения. Но отверзи мне, Господи, недостойному, стучащему, и не затвори дверь милости Твоей, но открой мне дверь и протяни руку Твою, валяющемуся в бездне похотей, и не затвори предо мною. Если Ты не успеешь, кто успеет? Если Ты не поспешишь, кто нам поможет? Совершенно никто. Но Ты, человеколюбивый по природе, дай нам время жизни, дай нам время обращения. Победи мое окаменение и достигни моего исправления. Дай мне еще немного времени и укажи мне способ спасения. Ведь если Ты не поможешь, сколько бы я ни старался, все будет бесполезно и бессмысленно. Господи, не покидай совсем. Но предупреди свое создание. Ты сказал, без меня не можете делать ничего. Ускори же обращение души моей и течение моей жизни. Я рабствую к природе, но еще более рабствую моей скверной привычке. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Изнурил меня враг мой. Враги мои попрали меня, довели до слабости и изнеможения. А слабый, изнемогший не может исцелить сам себя. Немощный не может поднять самого себя. Не может помочь сам себе. Не может укрепить себя. Наконец. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Сокрушены и разбиты все кости души моей. А с разбитыми костями не может человек искать врача. Не может бежать и защититься от врагов. Но сам Ты, о Господи, найди меня. Ты пришедший изыскать погибшее. Впадшего вторично в разбойники, Ты возьми и спаси. Не полумертвым оставили они меня, но совершенно мертвым. Но исцели меня, Господи, и буду исцелен. Иеремия 17, 13. Исцели меня, Господи, потому что коварный измей всего меня сделал бессильным и гнилым. Немощный и гнилой весь. Я лежу на земле, весь изъязвен, бессильный труп, который только голосом зовет врача, а только взывает и ищет спасающего. Едва открывает глаза и осматривается. Когда придет? Когда окажет помощь тот, кто укрепляет расслабленных, спасает отчаявшихся и ободряет сокрушенных. И душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Телесно и душевно объява, говорит, меня, Господи, смятение, плотские страсти мною овладели. И тело, и душу сделали игралищем демонов. Исцели меня, Господи, ибо потрясены кости мои, связывающие и скрепляющие мое внутреннего человека. Какие это кости? Вера, разумение, надежда, любовь, целомудрие, благочестие, кротость, смирение. Вот какие кости у меня сокрушены. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. И душа моя сильно потрясена. Вижу я, красота души моей уже увядает. Конец приближается. Старость входит в силу. Склоняется лето мое к концу. Проходит. Мой жнец спешит. Показывает серп, несет секиру, угрожает мне посечением. И вот обнаруживается мое бесплодие. И меня ввергают в огонь. И душа моя сильно потрясена. Я уже вижу вора. Он приближается, торопится похитить меня, пресечь дни моей жизни. И душа моя сильно потрясена. Вижу долгую и трудную дорогу из этой жизни к той. И не имею для нее запасов. И душа моя сильно потрясена. Вижу приближается взаимодавец. И схватывает меня, как добычу. И душа моя сильно потрясена. Вижу докладчик потрясает рукописанием моих грехов. И узники скрижащут зубами. И душа моя сильно потрясена. И вижу я вокруг себя многих обвинителей. И ни одного защитника. И душа моя сильно потрясена. Страшусь и томлюсь. Дрожу и трепещу. И не знаю, что делать. Просить, просить продлить срок жизни. Но боюсь, наделай новых грехов вдобавок к прежним. Тогда какими глазами я буду смотреть на судью? Я теряюсь в беспомощности, потому что вижу себя в последней крайности. А лукавый не перестает меня преследовать. Свойственное плоти смятение не перестает смущать меня. Враги не прекращают своей войны против меня. Лукавые мои помыслы никак не успокаиваются. Ты, Господи, доколе? Почему он не дает знака? Почему не скажет? В крайнем уныне и тесноте пророк хотел сказать Богу что-нибудь ужасное и дерзкое. И вот обращается к нему, говорит. Ты же, Господи, доколе? Ведь ты видишь, Господи, в каком я жалкому беспомощном положении. Ты видишь нападение на меня, силу врага, телесный пламень, войну помыслов, краткость времени и мое изнеможение. Доколе же, наконец, ты не оказываешь сострадания. Доколе не защищаешь. Доколе не обращаешь внимания. Доколе не долго терпишь. Доколе не избавляешь. Доколе не наказываешь. Доколе не умилосердишься. Ведь хотя я и достоин совершенного отвержения, но по милости Твоей надеюсь получить прощение. Такие и подобные мысли внушало ему уныние. Но он сдерживается. И чтобы не показаться воюющим, от них переходит уже к молитве и говорит. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Не ради моих дел, потому что они злые. Не ради моих трудов, потому что я слаб. Но ради милости Твоей. О, владыка, если ты хочешь судиться со мной, я сам произнесу над собой приговор исповедовать, что я достоин смерти. Но ты спаси меня ради милости Твоей. Я всецело полагаюсь на Твою милость и ничего своего не имею. Я прошу милостыни, так не требуй же от меня за нее платы. Никто не покупает милостыни, все получают ее даром. Так и ты спаси меня, Господи, ради милости Твоей. Вспомни Твои слова, сказанные Тобой в Твоих святых писаниях. Вспомни, Господи, что мысли человека во всякое время зло от юности его. Бытие 8.21. Вспомни, Господи, что созданный Тобой прах воспламеняется и имеет кровь. Вспомни, Господи, что человек подобен дуновению и что не оправдается перед Тобой и всяк живущий. Вспомни, Владыка, что если будешь замечать беззаконие, никто не устоит. Вспомни, Владыка, что никто не может быть чист от скверны, хотя и один день жизни его на земле. Иов 15.4. Вспомни, Господи, что в беззакониях зачатия и во грехах родила меня мать моя. Вспомни, Владыка, что и самое небо, и даже силы ангельские не чисты перед Тобою. Если уж и с неба не спали некоторые из них за свой грех, поэтому спаси меня ради милости Твоей, меня просящего у Тебя милости. Ведь нисколько не будет удивительно, если Ты помилуешь достойного. Не будет ничего странного, если Ты помилуешь праведного, потому что он достоин этого. Если усердно прославишь, ничего не будет особенного. Это будет делом простой справедливости. А вот на мне, недостойном, яви Ты свои удивительные милости, чтобы на мне прославлено было Твое человеколюбие. Так и врач тогда считается искусным, прославляется и восхваляется, когда излечивает неизлечимые и безнадежные болезни. И царь тогда считается добрым, когда дарует жизнь недостойным. Как Творец Ты знаешь слабость нашей природы, Ты знаешь ее, и как восприявший и спасший ее. Поэтому теперь спаси меня ради милости Твоей. Пусть моя злоба не победит Твоего благоутробия. Пусть мое нерадение не истощит Твоего неистощимого человеколюбия. За сколько благодеяний должен быть признателен Я Твоей неизвеченной благости. Ты произвел меня из небытия в бытие, умножил, возвеличил и все покрыл, покорил под ноги мои. Потом заблудшегося и умершленного Ты искупил собственной кровью. Обнаженного прикрыл, обнищавшего обогатил. Сделал Ты меня и сыном, и братом, и наследником, и сонаследником. И какой ответ дам я за все это, недоумеваю. Поэтому не входи в суд с рабом Твоим, и не обращай на грехи мои своих угроз, но отврати лицо Твое от грехов моих, не устанавливая весов по строгой справедливости. Но будь человеколюбив, склони их с той стороны на эту, от моей тяжести в сторону своего милосердия. Оставь без внимания тяжесть моих беззаконий, пройди молчание множества моих грехов, и спаси меня ради милости Твоей, которую получили спасение все спасенные. Назову ли я Моисея, и он не безгрешен по свидетельству Писания. Вспомнили Аарона или даже самого Петра, Верховного и Великого, и они не безгрешны и не беспорочны. Поэтому верою я хочу спастись, верою, а не делами, чтобы мне сказал человеколюбив, вера Твоя спасла Тебя, иди с миром. Кому Ты не прощал грехи, никому не сказал, Твои дела спасли Тебя, потому что перед ним всякая правда человеческая, как рубище кровоточивое. Поэтому опять повторю, спаси меня ради милости Твоя, и милость Твоя сопровождает меня во все дни жизни моей. Милость Твоя сопровождает меня, злобно убегающего от Тебя и постоянно спешащего ко злу. Милость Твоя сопровождает меня и удержит, в наморднике и узде приведет меня, уклоняющегося от Тебя, потому что Ты Бог, творящий чудеса едины. Поэтому покажи на мне милость Твою, и спаси уповающего на Тебя. Ты исполняешь наши надежды и упования. Неужели же не исполнишь наши просьбы о милости? Должен был Тебе некто десять тысяч талантов, и пришел к Тебе просить еще небольшой отсрочки. А Ты, человеколюбец, хотел совершенно простить Ему все десять тысяч, если бы Он не обидел после этого своего брата. Возвратился к Тебе некогда распутный сын, желая быть одним из наемников Твоих, а Ты сделал Ему сыном и наследником. Просил Тебя разбойник только вспомнить о нем в царстве Твоем, а Ты удостоил его из самого рая. Пришла к Тебе блудница только с плачем, без всякой просьбы, и получила от Тебя то, на что надеялась и чего искала. Плакал Петр, прося прощения, а Ты сделал его ключником царства и церкви. Такова Твоя воля о впадших в крайнее отчаяние, потерявших всякую надежду, опережающую грех до самого дна ада. Покажи на них величие Твоего человеколюбия. Поэтому опять говорю и не перестану говорить. Спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Из-за этого я тороплюсь. Этого боюсь, этим буду томиться, зная твердо, что если неожиданно застигнет меня конец моей жизни, то из ада я уже не буду в состоянии принести Тебе мое исповедание. В Аде нет покаяния, нет избавления от смерти, нет никакой надежды на облегчение. Наша жизнь есть торжище. Когда оно закрыто, никто уже не может торговать. Когда состязание окончилось, никто уже не может состязаться и получить венец. С наступлением ночи прекращается собрание и получение прибыли. Послушай, что говорит Писание о всяком человеке, окончившем жизнь. На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Иов 3.23 Итак, если Бог затворил, какое же там может быть покаяние во грехе? Эта жизнь для трудов, а та предназначена для венцов. В этой жизни действует человеколюбие Божие, а в той – истинный праведный суд. Поэтому спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Кто? Никто! Пророк, постоянно вспоминая о том ужасном дне и часе, имел непреодолимый страх, томился непрестанной душевной болью, печалился и проводил ночи в плаче. Поэтому он и говорит, Утомлен я воздыханиями моими, Каждую ночь омывай ложа мою слезами моими, омочаю постель мою. Твердо зная, что сеющиеся слезами с радостью пожнут колоссия небесной жизни. Псалом 125.5 Воскресение Как водою и духом мы крестимся, так и крестясь водой, слез и огнем горячей душевной боли, мы получаем очищение. Как крещение, так и истинные слезные сокрушения не даются никогда без святого духа. И сохло от печали око мое, обвечало от всех врагов моих. Псалом 6.8 То есть погряз, возрос я, состарился в грехах. Вот что значит слова. От печали око мое, обвечало от всех врагов моих. Но обрати внимание, закоснев и состарившись во грехах, жившись с ними, пророк не отчаялся в самом себе, не потерял надежды на милость Божию, но был спасен с окрушением, мочился со слезами и с решительностью говорит своим врагам «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Перестаньте, подстыдитесь, отступите. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». «Видел ты силу слез? Видел плод покаяния? Видел обновление и возрождение после одрехления во всех грехах? Так не говори же, я стар, немощен, закоснел во всяком грехе и уже не имею силы исполнять заповеди Христовы. Ничего подобного не можешь ты сказать. Теперь не можешь отговариваться различными греховными предлогами». А если и станешь оправдываться, я точно докажу тебе, что если только захочешь, то и в старости даже можешь соблюсти заповеди Христовы лучше, чем в юности. Только на мои вопросы отвечай по правде, блажены нищие духом, ибо их есть старство небесное. Когда же более склонен к смирению духа человека? В старости или в юности? Очевидно, в старости. А в юности как бы прирождена гордость. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Скажи мне только, кто податливая на слезы и плачь, юность или старость? Во всяком случае, старость. Блажены кроткие. Разве не все согласны, что в юности более сильные и горячие порывы движения души, а старость преимущественно перед юностью склонна ко всякой услуге и божественной заповеди? В самом деле, в юности телесная любовь разгорается, и пламя серебролюбия воюет, и весьма много других страстей, каковы тщеславие, чревоугодие, злопамятство. В старости же совершенно не то. Здесь слезы сокрушения, порождаемые у нас страхом Божиим, и мысли о смерти, и наказания. А если мы прибудем в них и потрудимся, то достигнем и слез духовных, благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава вовеки. Аминь.